вот так встаешь утром подходишь к окну выходишь на балкон а там вон что творится река подошла к дому 19 февраля 2023 года подойдем поближе когда сверху то смотрела думала ну наверное как в прошлом году позапрошлом даже то в июне месяце когда волна была 5 и 8 тоже практически также подходила но подойдя ближе я увидела что уровень немножко пониже думаю значит не 5 и 8 не 5 а чуть меньше пяти и действительно оказалось по данным метеорологической станции прочитала высота волны было 37 вот уже вот эти данные это было время 9 часов где-то я решила сходить поснимать об угрозе подтопления территории предупредили жители города горячий ключ и ночью на псикупсе и каверзе сработали датчики на отметке опасные явления и вот еще в 22 часа 44 минуты прошлого дня 18 февраля было принято решение оповестить жители поселка мирного станицы пятигорской села в ногорийского на базе школа номер 11 был подготовлен пункт временного размещения на 50 мест на всякий случай вдруг придется эвакуировать вчера вечером в 20 часов 40 минут уровень воды псикупса составлял 102 сантиметра а утру половине восьмого уже три метра 70 сантиметров ну как я и предполагала эти под мо под мост я хоть и всего четыре года здесь живу наводнений смотрел уже много считаю к сожалению мероприятия которые проводились по расчистке русла по расширению русла не помогают потому что много снега выпало потом резко все потеплело дожди пошли ну какие мероприятия здесь могут помочь конечно от мелких наводнений эти мероприятия они спасают а вот так вот когда разом много много воды льет вряд ли к сожалению и у нас вот сейчас дожди опять зарядили и по прогнозу в ближайшие три дня дожди ливни дожди ливни что будет я не даже вообще не понимаю вот в 12 часов я посмотрела еще вода стояла ну возле дома но по телеграм-каналу показали фотографии что уровень воды стал снижаться как говорят наиболее сложная ситуация на данный момент складываются в районе улиц панамаренко и объездной мне прислали утром видео с улиц панамаренко пол девятого время было первое видео пол девятого смотрите вода уже куда зашла у них там тоже эта зона подтопления это улица панамаренко а где-то через час полдесятого вообще к подъезду подошла уже к сожалению это я уже перешла на другую сторону моста вот мой взор обращен как раз к улице объездной если там дальше посмотреть получше да там видно что вода туда тоже зашла но надо сказать что до рынка не дошла до крытого рынка потому что вот в июле двадцатого года как раз когда было наводнение прям даже рынок затопило наш крытый сейчас такого нет до дороги дошла я дальше не пошла гулять по объездной наверное там действительно если говорят что критические скорее всего там наверно подтопило эти там машины едет сухо по крайней мере а дальше то я не знаю вот где там еще микрорайон вот жилой таунхаусы построены под зоне подтопления все конечно не знаю как там люди жить будут живут я туда конечно не ходила мне хватило сейчас здесь погулять ветер очень холодный вот знаете третий день стоит ветрище вот не просто ветерок а это ветрище прям мощный такой вечерами просто вот мне кажется сейчас крышу снесет я окна повыбивают вот такой сильный ветер ну надо сказать что у нас вот таких ветров вообще очень долго не было нужно мы ладно февраль месяц все таки погода меняется пусть подуют вот наводнение конечно плохо для людей это понятно что наверное скорее всего и ущерб будет какой-то как там станицы еще данных нет я же просматриваю телеграм-канал официальный сайт администрации города пока там данных не выкладывали ну потом видео сделаю еще одну по последствиям если какие-то будут я расскажу основываясь на данных администрации города конечно же специальные службы все время мониторит уровень воды беспрерывно этот процесс происходит для этого выставили стационарные посты и назначили мобильные оперативные группы так вот смотришь на бурлящую реку жутковатое зрелище страшная красота скажем тогда и все равно вот взгляд приковывает и оторвать не можешь на тот момент я думаю что вода прибывала потому что даже вот когда я шла от дома на в сторону ж.д. вокзала а вода прошла практически до ж.д. вокзала она была не такая бурлящая видимо немножко конечно она еще стала прибывать и вот такое бурление под мостом образовалась вот такое сегодня неприятное событие в горячем ключе ну что надеюсь все закончится не так плачевно как это было раньше всем пока до новых встреч вот они вот они какие вот они какие собаки и вот они какие